Всем привет, в этом видео я покажу вам три простых походных костра. Смотрите до конца, там будет бонус. Залог успешного розжига костра это подготовка. В первую очередь нам понадобится кора. Следующий этап заготовка дров. В зависимости от времени пребывания у костра запаситесь необходимым количеством дровишек разного размера. Смотрите продолжение в следующей части. В комментариях вы интересовались, какой был мой первый топор. И это Fiskars X7. Самый очевидный и доступный вариант. Название Fiskars у всех на слуху, поэтому я решила, что это то, что нужно. Собственно и не прогадала. Свой топор я покупала по скидке, что всегда приятно. И у вас есть тоже такая возможность. По ссылке в описании. Угол заточки позволяет делать вот такие заготовки для розжига костра. Так. Угол заточки. Топор легко вытаскивается из бревна Благодаря выпуклой форме клина Лезвие надежно зафиксировано в топорище и не сорвется Ну, поехали! Один из самых распространенных видов костра это шалаш Внизу помещается растопка Внизу помещается растопка Внизу помещается растопка Сверху дрова складываются в виде шалаша Дает большое и ровное пламя Если вы мокрый и голодный, то этот костер для вас Обязательно огораживайте свой костер, чтобы пламя не распространялось Добавляйте субтитры, чтобы пламя не пропустить Внизу помещается растопка Внизу помещается растопка Можете накоптить на нем грибов на палочке Но не забывайте подкидывать дровишки Он очень прожорлив Костер звездный Я сделаю мини-версию этого типа костра Чтобы показать его принцип По-хорошему этот костер делают из крупных бревен До 3 метров длиной Дает же Жаркое узкое пламя На нем удобно готовить пищу в одной посуде За этим костром тоже необходимо следить Двигать поленья к центру по мере прогорания Следующий костер Таежный Тоже покажу небольшую его версию Здесь своеобразная коллаборация с костром типа шалаш Задняя стенка служит рефлектором А поверх укладываются длинные бревна Ну и обязательно разожгите его огнивом Иначе магии не будет Задняя стенка служит рефлекс Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В наших краях часто можно встретить вот такие огромные камни, расколотые надвое. Этим мы и воспользуемся. Кладем вниз пару деревяшек. Далее все просто. Кора и поджигаем. Подкидываем веточки. И по мере разгорания докидываем дровишки крупнее. Воздух циркулирует вдоль разлома камня, что подпитывает пламя. А еще на таком костре удобно готовить. Я назвала этот костер тундрежный. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На сегодня все. Подписывайтесь на мой канал и пишите в комментариях, какой костер вы чаще всего используете. Всем пока!